Всем привет, привет! Всем отличной недели! Сегодня, прежде чем мы начнем делать расклад, расклад у нас будет на одну позицию. Я всегда озвучиваю в самом начале, да, это сразу отсеивает определенное количество людей, кто не любит смотреть расклады на одну позицию. Но если вы все же останетесь посмотреть расклад, прежде чем начнем, я скажу технические моменты по поводу оплат, что хотела бы уточнить. Потому что меня часто спрашивают, если вы проживаете на территории Украины и Беларуси, к сожалению, у меня нет способов для оплаты моих услуг. Здесь, не знаю, либо нужно искать какие-то альтернативные способы через знакомых, у кого есть русские карты, либо кто живет как-то за границей, может оплачивать через систему PaySend, либо Western Union. Здесь, к сожалению, я помочь ничем не могу, у меня нет такой возможности. И еще один нюанс, но он очень важный. То есть прежде чем делать оплаты, консультации, блицы, мои услуги, напишите, пожалуйста, мне и уточните. Почему? Потому что есть разные моменты. И даже если я делаю блицы, и даже если вы приходите очень часто ко мне на блиц в консультации, сначала уточняйте, а потом оплачивайте. Почему? Потому что могут быть разные форс-мажоры. Я могу перенести, я могу не взяться, сделать. Это тоже есть мое право. Кому-то расклады. То есть у меня могут быть свои какие-то причины, либо какие-то моменты, по которым я не могу сделать, либо перенесу, либо еще что-то. То есть сначала, как правило, уточняем, а потом оплачиваем. Почему? Потому что меня это обязывает. Когда человек мне сначала оплатил, а потом пишет и говорит, что я хочу прийти, меня это обязывает. То есть даже если я по каким-то причинам могла бы быть не согласна сделать предложенную мною вам услугу, мне уже не получается вам отказать. Поэтому первый момент. Сначала уточняем, потом оплачиваем. И второй момент. Я хочу сказать, что у меня нет системы PayPal. Потому что недавно была такая ситуация. Девушка-женщина перевела деньги мне на PayPal. Раньше у меня был счет. Я его не закрыла, но я им не пользуюсь. И у него там какие-то проблемы уже. Я с 15-го года им не пользуюсь. И получилась такая заминка, что деньги-то ушли. Не знаю, вернулись, не вернулись. Я их в любом случае не получала. Поэтому если я не указываю какую-то систему переводов, оплат, то, пожалуйста, не надо проявлять инициативу. Потому что, поскольку я этих денег не получаю, услугу я вам, конечно же, оказать не смогу. Для вас это будет проблемно, потом снова как-то вернуть эти деньги, как-то связываться, наверное, со службой поддержки. Я не знаю. То есть, в принципе, меня это не должно касаться. Почему? Потому что данная услуга PayPal, она не входит в систему моих оплат. У меня по системе оплат есть либо русская карта, куда вы деньги переводите, либо это система PaySend, где мне переводятся деньги сразу на мой греческий счет, либо Western Union. То есть, в принципе, системы оплат не так много. И когда кто-то проявляет какую-то инициативу, то потом с меня спроса вообще не должно быть никакого. То есть, то, что я предлагаю, я это гарантирую. За то, что я не гарантирую, я и не несу никакую ответственность. Конечно, очень жаль, что случаются такие моменты. Но здесь я ничего поделать не могу. Поэтому я всегда и оставляю свои контакты на любые мои услуги. И в идеале сначала люди уточняют, спрашивают, что, как, почему. И только после этого проводят какие-то определенные действия. Но мне кажется, это адекватно и логично. Поэтому еще раз скажу. Сначала уточняйте, даже если вы приходите очень часто ко мне на консультации. Даже если вы очень часто покупаете у меня разные услуги. В любом случае, пожалуйста, сначала спросите. А потом уже оплачивайте. Потому что может быть так, что если вы приходите с какой-то своей заявкой, я вам не могу быть полезной. Возможно, я не делаю такой расклад. Либо я не знаю, как это сделать. Возможно, вам и не нужен расклад. А нужно просто задать несколько корректных вопросов. И вы самостоятельно найдете ответ на вопрос. Но случаи бывают разные. Поэтому совершать потом лишних телодвижений. Там заново возвращать деньги, комиссии, все такое. И разбирать. Ну зачем мне эти лишние действия совершать, когда можно все сделать по уму и рационально. Так. Этот момент мы обговорили. А сегодня, ну и приступим, конечно же, уже к раскладу. Расклад мы будем сегодня делать на одну позицию. Почему? Потому что мы посмотрим снова про энергии. Почему я так настаиваю на диагностике энергии. Потому что диагностировать, как это сказать-то, предсказательную систему, давайте так скажу. Я уже неоднократно высказывала свою точку зрения. Я не верю. Почему? Потому что для того, чтобы быть истинным провидцем, таких в моем понимании, в моей картине мира, единицы. Не все рождаются. И это действительно какая-то способность, дар. То есть наработки прошлых в обращении. Все те люди, которые заявляют, что они являются, я не знаю, экстрасенсами, ясновидящими или еще что-то. Я усомнилась бы в их возможностях. Почему? Потому что будущее, оно пластичное, оно многовариантное. И с одной стороны, у нас есть свобода выбора в определенных моментах, как мы будем реагировать. И все по эффекту бабочки взаимосвязано. С другой стороны, да, безусловно, есть определенные триггерные точки. Моменты такие, не триггерные точки, а реперные точки. Прошу прощения. Которые обозначены, да, которых в принципе избежать невозможно. Но реакцию на ту или иную ситуацию избежать можно. И именно это дает возможность вариативности. Поэтому, когда люди говорят, что 100% будет вот так, вот так в будущем. Я лично таким людям не верю. Поэтому для меня неважно вот эти вот гадания, тем более, когда это один общий расклад на большое количество людей. И самое страшное, когда это какие-то там диагностики на магию, на порчу, либо еще что-то. Но вот с помощью Таро, опять же, я скажу, нет возможности увидеть порчу, какие-то там, не знаю, негативные моменты. И вообще вот предсказательная система на Таро не работает. Если кто-то скажет, что работает, то здесь я бы немножко задала несколько вопросов в контексте самосбывающихся пророчеств. То есть, когда человек сам себя настраивает на эту волну и внушает. То есть, в принципе, вот все эти негативные аспекты в контексте порчи с глазов и так далее, они работают только тогда, когда человек в них верит. Если человек в них не верит, то этого и быть не может. Почему? Потому что он не допускает в свою картину мира возможности существования той или иной ситуации. А поскольку вся наша жизнь – это энергия, и она, по сути, нейтральная, она не имеет никакой абсолютно формы, а форму обретает только под следствием наблюдения того, кто смотрит. То есть, материализация происходит только тогда, когда человек сфокусирован. То есть, когда есть наблюдатель за этой материей, тогда она и материализуется, и опять-таки материализуется в картине мира данного человека. То есть, если в картине мира нет определенного понятия, либо определенного видения какого-то предмета, то в жизни человека она не будет существовать, он просто на нее не будет обращать внимания. И это физика, это не психология, поэтому как-то так. Но энергии посмотреть мы можем, да, то есть, так скажем, общее направление, вектор. И опять же-таки, если я делаю какие-то общие расклады, это не показатель того, что это должно случиться 100%, а это лишь некая такая демо-версия того, как можно сделать индивидуальный расклад под одного человека. То есть, что можно посмотреть. Второй вопрос, что когда мы смотрим общие расклады, по крайней мере на моем канале, они не для того, чтобы сбывались, либо не сбывались, а для того, чтобы услышать что-то в рассказе, какую-то информацию, задуматься над ней, на ней, над ней, да, над ней, будет правильно, и сделать для себя какие-то выводы, да, то есть не перетягивать на себя и сказать, да, вот 100% там совпало, либо нет, нет, не совпало. Здесь не про это. Ну, по крайней мере, мой канал, да, он не про то, что совпало, не совпало, мое, не мое, а про то, чтобы услышать нужную информацию, открыть глаза на нее, да, и что-то сделать как результат своих каких-то пониманий, каких-то мыслительных процессов, которые запустятся благодаря тому, что вы услышите. Но опять же таки, да, это в некоторой степени мое видение. Как бы я ни говорила, что бы я ни рекомендовала, каждый человек все равно будет делать по-своему. Поэтому я и не люблю советы. И стараюсь их не давать. Я в данном случае, это не было советом, это было просто объяснение тому, почему я выбираю те или иные расклады, и в чем суть расклада, почему я его хочу сделать. Так, ну что, давайте приступим. Работать я буду на моей любимой классике Артера Уэйта. Первый вопрос. Каких энергий вам не хватает сейчас? Нет, не так спрошу. Я спрошу, в каких энергиях вы находитесь сейчас? Вот в каких энергиях вы находитесь сейчас? Почему я уточнила пятерку кубков? Здесь как будто бы человек находится в энергиях созревания, взросления. Такой, знаете, достаточно переломный этап. Для кого-то это может быть переломный этап определенных психологических возрастов, то, что используется в психологии. Но обычно это разочарование в каких-то своих мировоззрениях, либо в каких-то своих взглядах. То есть то, во что человек верил, либо то, во что он надеялся, здесь он разочаровывается. И разочаровывается почему? Потому что наступает этап взросления. Человек уходит от некой такой легкости, которая присутствовала. Лёгкость именно во взглядах к жизни присутствовала ранее. И человек ожидал, что туда очаровывался кем-то, либо чем-то. И наступает такой момент, когда его взгляды, то есть его внутренний настрой уже не соотносится с тем, что его окружает. То есть здесь происходит какое-то разногласие. То есть внутреннее не согласовывается с внешним. И у человека происходит некое такое разочарование. То есть это может быть то, что я ожидала, что мои попытки увенчаются успехом, но они не увенчались. Отношения разрушились, например. Почему разрушили? Потому что у меня было ожидание, то есть у меня было некое такое очаровывание кем-то, либо вера моя в то, что я смогу как-то повлиять на эту ситуацию. Но ситуация не была подвластна мне. И от этого я разочаровываюсь. То есть вот здесь какие-то такие энергии немножко, с одной стороны, упадческие. Почему? Потому что человек не получает желаемого результата. С другой стороны, как я люблю все время рассматривать с двух сторон любую ситуацию, плюс заключается в том, что человек наконец-таки прозрел. И он понял, что вот здесь я где-то завысил, возможно, свои возможности, либо завысил какие-то свои ожидания. И реальность, с которой я столкнулся, она не совсем такая, какой я ее представлял, либо видел, либо желал. И вот опять-таки с точки зрения, почему я говорю, взросление здесь идет. Человек делает определенные выводы. Если он делает выводы о том, что не нужно ничем очаровываться, не нужно ничего ожидать, а просто делать, и это будет давать свои какие-то результаты. Либо я очаровываюсь, но делаю это сознанием того, что и осознанием того, что я сейчас хочу кем-то либо чем-то очароваться. То есть я от этого получаю какое-то эмоциональное наслаждение, какая-то моя внутренняя потребность закрывается этим моментом. И тогда вообще с никого нету никакого спроса и ответственность несу только я. Но здесь вот именно момент, когда человек взрослеет и понимает, что не всегда все вещи так случаются в жизни, так, как мы хотели бы. И здесь затронуто эмоциональное состояние. То есть все изменения, которые происходят, они происходят на уровне астрального плана, проживание тех или иных эмоций. Еще в каких энергиях вы находитесь сейчас? Аркан мира. То есть для кого-то здесь, опять же, в момент заросления, меняются взгляды у человека. То есть человек наступал, наступал на какие-то грабли, вдруг неожиданно понял, что я больше так не хочу. Значит, я делаю какие-то выводы определенные и буду двигаться уже по-другому, что-то буду делать. Либо я был доверчивым и наивным, все, я больше таким не хочу быть, я хочу быть более реалистичным. То есть здесь идет такой этап переходный, какие-то моменты в жизни завершаются. Опять же таки, это тоже могут вызывать разочарование, огорчение. Почему? Потому что не хочется. То есть там, например, заканчивается детство, заканчивается какая-то школьная парада и начинается, ну, либо университет, и начинается что-то более серьезное под названием серьезная взрослая жизнь. То есть это очень много ответственности, да, и каких-то трудностей, сложностей, которые надо решать, с которыми надо встречаться с глазу на глаз. И здесь вот эти моменты, да, с одной стороны идет завершение, а с другой стороны может быть и разочарование от того, что у меня не получается никак преодолеть что-то, да, то есть делать первый шаг. Как будто бы весь мир ополчился против меня, и у меня не получается преодолеть какие-то трудности, которые встают на моем пути. То есть я не совсем понимаю, что мне нужно делать и как мне нужно быть в мое мировоззрение, предполагая, что если я, например, нахожусь на своем пути, да, то все должно идти вот как по накатанной, да, а у меня такое не получается. И что мне делать? То ли мне преодолевать, то ли мне оставить, и это не мой путь, да, то есть здесь пока еще не выпал аркана выбора, но энергия на данном этапе, она таковая, да, то есть человек по аркану мира, он вроде бы хочет сделать первый шаг, он воодушевился, он вроде бы делает этот первый шаг, но он его не может завершить, да, почему? Потому что, ну, с одной стороны, один вариант, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Второй вариант, я не знаю, как сделать этот первый шаг, не могу преодолеть, не могу выйти за пределы, там, я не знаю, не могу пробить свой финансовый потолок, не могу пробить свои какие-то убеждения устаканившиеся, да, свое какое-то мировоззрение, не могу выйти из состояния дуальности, что выбрать, как быть, ну, то есть я не могу сделать второй шаг, первый шаг делаю, а второй нет. И третий здесь вариант может быть, что я не могу определиться, да, То есть я только делаю первый шаг, и хочется сделать второй, но вдруг что-то появляется на горизонте, и мне кажется, что это намного лучше того, что я делаю сейчас. Либо для того, чтобы сделать и продолжить второй, третий шаг в том направлении, в котором я выбрал, мне как будто бы необходимо еще чему-то научиться. И человек отклоняется от выбранного пути. И там, совершая первый шаг, он опять отклоняется. И каждый раз он совершает только первый шаг. Второй шаг не получается. То есть не получается выстраивать вот эту последовательность. Не получается идти в выбранном направлении, либо что-то все время отвлекает и вводит в сторону. Либо я не понимаю, как выстроить на долгосрочную перспективу то, что я делаю. То есть первый шаг делаю, и на этом замираю. Нету дальнейшего движения. Я не могу преодолеть себя. То есть здесь такие тоже моменты есть. Есть внешние преграды. И здесь по аркану мира ответственность только на вас. Эта ответственность заключается в том, что человек должен преодолевать. То есть да, сейчас трудно, сложно, но будут лучшие времена. Значит, я должен это сделать. Здесь не нужно останавливаться. Недавно я сделала, сделаю такое отклонение для понимания. Выкладывала в телеграмме высказывания одного мужчины, который сказал очень мудрые слова. То есть если, например, на улице идет дождь, а я хотел выйти на улицу, то дождь меня остановил. Ну, я сказала, ладно, выйду в другое время, когда дождь успокоится, остановится. А если мне нужно купить продуктов, то я возьму просто зонтик, я оденусь аналогично и пойду за продуктами. Если, например, на улице зима, там, минус 40 градусов, и, в принципе, мне особо незачем выходить на улицу, то я и не выйду. А если есть какая-то потребность другого человека, там, вопрос здоровья, либо еще что-то, то я, конечно же, оденусь аналогично и пойду спасать и помогать другому человеку. То есть здесь вопрос не в том, что есть какие-то внешние факторы, которые нас останавливают, а здесь вопрос именно в поставленной цели, в постановке цели, насколько то, что я хочу, для меня это важно и значимо. Вот здесь, вот если что-то не получается, вы стоите на развилке, потому что, почему я говорю про развилку, потому что Ярофант, Ярофант, он у нас обозначивает дуальность, то есть это первосвящение, которое говорит людям, что есть добро, что есть зло, это тот архетип человека, который обозначивает, дает ключи к пониманию, что есть свет, что есть тьма, то есть по сути разделяя энергию на дуальность, на противоположность, на полярность. И вот здесь, если вы задаете вопрос, ну почему не получается, то есть я что-то делаю, дело мне приходится преодолевать, и я не понимаю, надо ли мне двигаться в этом направлении, либо это не мой путь, и поэтому не здесь дверь закрывается. Вот здесь вот ответ на этот вопрос, краски вот в том, что я сказала, все зависит от цели, поставленной вами. Если она для вас значима, если она для вас важна, если вы в нее верите, Аркану Ярофанта, то двигайтесь в этом направлении. Это вот в таких энергиях вы пребываете. Хорошо, смотрим дальше. Каких энергий вам не хватает сейчас? Тройка мечей. Ну не хватает вам развития, то есть выйти из вот этого состояния Тройки мечей, скорби, слез, разочарования, вот так краски с разочарованием выпало. То есть не хватает преодоления, не хватает какого-то развития, вот то, что я и сказала здесь по Аркану Мира. Не хватает, знаете что? Я бы сказала понимания. Здесь не сил, здесь не про энергию, а здесь не хватает восьмерка жезлов. Восьмерка у нас находится в сфере ход на древе жизни, а ей соответствует Меркурий. Очень скоростной и быстрый разум, то есть это холодный разум, это не эмоции, это понимание, это быстрое принятие решений, это уметь видеть перспективу, но не в контексте я сижу и созерцаю, а в контексте я увидел шанс, я быстро схватился за него, я все проанализировал. То есть здесь нужно быстро и думать, и действовать одновременно. Здесь про это, то есть вам не хватает энергии, то есть возможно не хватает каких-то желаний, возможно не хватает здесь амбиций, целей поставленных. То есть здесь человек как будто бы погряз в своих мыслях, но эти мысли, они негативного порядка. Это те мысли, которые вас огорчают, те, которые причиняют боль, слезы вызывают, может быть ранят вас самих. То есть ваши мысли, они здесь негативные. Здесь не хватает вот именно какого-то развития, движения в своем сознании. Ну вот он туз в мече и выпал. Помещается, помещается. То есть принятие решений, здесь не хватает холодного рассудка, здесь не хватает анализа. Возможно, для кого-то здесь не хватает энергии прояснения, то есть может быть с кем-то надо о чем-то поговорить. То есть я, допустим, если мы возьмем ситуацию в контексте личной жизни, то здесь человек, допустим, разочаровывается в том, что его отношения, либо его брак, они складываются так, как он хотел, не переходят на другой уровень, не идут в том направлении, в котором вам хотелось бы. И это вас как-то огорчает. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно прояснить эту ситуацию. То есть сесть, поговорить, набраться, как говорится, мужества, отваги и храбрости. Почему? Потому что уметь слышать правду, это не всегда приятно. Это может причинить вам боль. Но для развития, то есть вместо того, чтобы зависать, нужно прояснить, диалог он всегда важен. И он всегда актуален. Второй вопрос, что мы не все умеем вести такой адекватный и продуктивный диалог без включения эмоций, без оскорбления, без обид и переживаний ненужных. То есть по факту разложить все, как обстоят дела. Но это может касаться любой ситуации. Просто на примере отношений более понятно. И это не обязательно только любовные отношения. Это может быть, например, отношения в коллективе. Либо отношения в профессиональной сфере с начальником. Либо даже между родственниками, между друзьями. Не важно, не столь важно. Здесь может касаться любой сферы даже. То есть вам не хватает энергии ясности, принятия окончательного решения. То есть отрубить, не отрубить. Пойти дальше в будущее. Либо вернуться назад. То есть здесь не хватает ясности. Здесь не хватает правды. Здесь не хватает храбрости. То есть вот этого вот, этой энергии мужества, да, когда все решено, я приняла решение. То есть я готова. Здесь не хватает решительности, не хватает готовности. Может быть, желание, оно и существует. Но одного желания не хватает. Надо быть еще и готовым к тому, чтобы пойти и реализовать. Допустим, я хочу написать книгу, но мне этого мало, желание. Мне нужно что-то сделать в этом направлении. То есть как минимум открыть ноутбук, либо комп и начать писать, описывать героев. То есть что-то нужно сделать. Недостаточно просто хотеть. Храбрость, начать писать. Так, а для чего вам нужны вот эти вот энергии? Для построения чего-то нового, для реализации каких-то своих планов. Также для того, чтобы научиться взаимодействовать с людьми. Для кого-то здесь не хватает эти энергии принятия решения, прояснения, развития в том числе, повышения квалификации. Для того, чтобы усовершенствовать как-то свои навыки, умения. Потому что Рейка Пентакли, это все же больше к профессиональной сфере относится. Ну, то есть к нашей материальной, либо профессиональной, когда мы с кем-то сообща, что-то создаем новое, что-то строим новое. Да, здесь может быть, я не знаю, есть ли профессиональная сфера, подписать договора. Для этого нам, возможно, не хватает разговора, да, и навыка коммуникации. Для того, чтобы договориться, для того, чтобы нам, ну, на более выгодных для нас условиях, но, опять же таки, здесь должна быть взрослая такая позиция, да. То есть не должно быть детских каких-то таких энергий, да, по тройке кубков, что вот здесь вот разлиты, потому что они приведут к желанному нам результату. И чего, для чего нам нужны эти энергии. Вот Аркан Влюбленных и вышел. Для того, чтобы определиться, да, по какому пути я пойду. Потому что если я понимаю, что я выбираю, что для меня, опять же таки, здесь выбор, он должен быть в контексте того, что я сказала, да, какой-то вот вашей ценности и важности. То есть если для вас это действительно актуально, если это важно, то вам нужно будет идти в этом направлении. И когда вы выбираете, да, то есть когда появляется ясность, прозрачность и понятность, то вам, конечно же, и понятно в дальнейшем, да, какие действия принять. Поэтому вот эти вот энергии, успокоиться и проанализировать ситуацию, она помогает с определением пути. Еще для чего вам нужны эти энергии? Для планирования. Для планирования, опять же таки, своих перспектив, для планирования будущего. Причем, опять же, это может касаться любой сферы. Сферы финансов, например, да, либо сферы здоровья. Что для меня важно? Допустим, врач там сказал, надо бросить курить, к примеру. И вот я думаю, да, но это мне, как обычно люди говорят, для меня это мое единственное удовольствие, да. То есть часто такое слышу, улыбаюсь. Почему? Потому что, ну, в моих ушах это слышится забавно, что в жизни уже нет никаких удовольствий, не осталось, да, и вот там, я не знаю, курение, либо там еще что-то, либо вкусная еда, да. Человек это себе объясняет, что для меня это последнее в жизни удовольствие, у меня все забрали, вот хотя бы я в этом буду. Но при этом то, что он сам себя разрушает, это вот как будто бы он с этим согласен. Здесь нужно для планирования, возвращаясь, да, к пажу мечей. И плюс ко всему, выбор, он сделает, поможет вам быть более уверенными, да, потому что паж мечей, это все-таки такой аркан неуверенности, настороженности, я еще не совсем понимаю. И откуда это понимание, да, неуверенности? Вообще вот такая вот поза, да, когда человек стоит не на двух ногах, а на одной, а вторая вот в таком, как сказать, отведена, да, либо назад, либо в сторону, очень напоминает позу, что я готов либо бежать, да, сорваться с места, либо я колеблюсь, я не знаю, либо вперед, либо назад, в общем, присутствует такая неуверенность. Потому что, когда человек уверенно стоит на, мы говорим, я стою на двух своих ногах, я уверенно стою на своих ногах, не на одной ноге, а на ногах, то есть здесь человек, он как будто бы не уверен, у него вот облака, как раз в наличии, количество облаков указывает на некие такие сомнения, да, то есть человек не совсем понимает для себя, куда ему нужно двигаться. И вот эти вот энергии, они нужны для понимания дальнейшего пути, дальнейшей стратегии, и как дальше я буду общаться. Допустим, если я понимаю для себя, что мне этот человек в моей жизни уже не принесет никакую пользу, он мне не нужен, то я могу с ним, знаете как, когда ты не боишься потерять человека, то ты разговариваешь с ним не то, что пренебрежительно, но вот без страха, и поэтому можешь сказать, допустим, все, что ты думаешь о человеке, то есть ты чувствуешь себя более уверенно. Когда люди боятся потерять других людей, они для них имеют какую-то важную значимость, они осторожничают, они более внимательны, не хотят обидеть, не хотят ранить, и порой обманывают, порой что-то скрывают, не договаривают, ну потому что считают, вот таким образом, да, я могу защитить человека, которого я люблю. Так вот, вот в этом контексте, да, от этого будет зависеть ваша дальнейшая коммуникация, взаимодействие с человеком. То есть поэтому очень важно прояснить. Дальше, как можно получить эти энергии, да, как можно получить вот эти энергии ясности, понятности? Ну, во-первых, аркан умеренности напрямую говорит о том, что нужно успокоить, да, нужно усмирить свои эмоции, привести их в равновесие. В дальнейшем нужно быть более терпеливым. Когда мы можем быть более терпеливым по отношению к другим людям? Ну, во-первых, опять же-таки возвращаясь к тому, что я сказала ранее, когда для нас человек значим, важный, и мы считаем, что мы его любим, то мы более снисходительны к каким-то негативным моментам, да, допустим, человека. А может быть, к каким-то его привычкам, которые нам, ну, не совсем приятны, но мы на это закрываем глаза. То есть здесь, во-первых, нужно быть, ну, возможно, терпеливым, но все зависит здесь от обстоятельств, да, то есть если, допустим, это какое-то непотребное отношение к нам, то здесь, конечно, о терпении не будет идти и речи, то есть в рамках разумности и адекватности. То есть, возможно, не торопиться в чем-то, да, то есть, почему? Потому что, ну, можем где-то в попыхах, да, совершить какую-то ошибку. То есть здесь вопрос умеренности, он заключается, ну, с одной стороны, да, в меру все делать, не в количестве ограничений, а в количестве ровно столько, сколько нужно. То есть здесь, опять же, если мы что-то хотим сказать человеку, это не значит, что нужно как-то сдерживать себя, да, а понятие меры, это понятие ровно столько, сколько необходимо. То есть я тебе скажу ровно столько, сколько тебе необходимо услышать. Даже, например, в контексте обучения. Мы все берем ровно столько информации, сколько мы можем с собой унести, сколько мы можем переварить. Сверх меры, то есть то, что я уже в меня не помещается, так же, как и еда человека, у каждого человека, да, есть свое понимание. То есть кто-то может съесть одну треть тарелки, кто-то может съесть там половину, да, еды в тарелке, а кто-то может съесть тарелку и еще и попросить добавку. То есть у каждого это мера своя. Вот здесь вот в меру необходимости здесь человек должен анализировать, используя свой интеллект, анализировать ситуацию и по мере необходимости, ровно сколько нужно, да, делать то, что необходимо. Таким образом он сможет получить вот эти вот энергии. То есть первое — это мера. Второе — это не торопиться, не спешить. Третье — это умереть свои эмоции. Где-то нужно их сдерживать. То есть опять-таки не подавлять, а понимать как-то... Ну здесь, наверное, осознанность необходима. Понимать, что не всегда эмоции, они во благо нам. То есть где-то какая-то, опять же-таки, чрезмерность у нас в выражении идёт. Это может, не знаю, чрезмерное сочувствие, сопереживание. Иногда это полезно и нам, и другому человеку. А иногда это начинает нам вредить. То есть вот здесь это понимание. Ещё как можно получить? Ну вот через изменения в своём сознании по аркану смерти, через понимание того, что всё так, как было раньше. Причём это великие арканы, видимо, это ваш урок, который вы будете проходить. Так как было раньше, уже не может быть, должно быть по-новому. Как это по-новому, здесь неизвестно. Когда, опять же-таки, я говорю по-новому, я никогда не говорю, что по-новому это будет лучше, либо по-новому это будет хуже. Здесь вопрос не в том, что лучше или хуже. А это вопрос именно в новизне. Именно в том, что такого ранее в вашей жизни не было. Поэтому здесь нельзя обозначить, как это будет по-новому. Допустим, у вас были отношения, эти отношения закончились. И вы встречаете, допустим, человека, либо вам необходим человек, который вообще не вписывается в ваш типаж. Вам нравились брюнеты? Возможно, там, я не знаю, рыженькие появятся. Это новое для вас. Либо вы все время, не знаю, были с собой, ночью работали. А теперь вы понимаете, что, допустим, устроились на работу, а там такой график плавный, то вы либо ночью спите, либо вы ночью работаете. И это для вас абсолютно новое. Вы к такому не привыкли. То есть здесь что-то по-новому нужно. Как? Жизнь сама покажет. И здесь, безусловно, вы понимаете, о чем здесь идет речь. Почему? Потому что аркан смерти — это медленное отмирание. Это медленный... Так же, как и по аркану умеренности. Это медленные процессы. Умеренность — это вообще очень медленные какие-то внутренние трансформации, которые со временем будут проявляться во внешнем мире. А аркан смерти говорит о том, что это естественные процессы. То есть они не происходят от одного момента к другому. То есть изменение своего сознания — это не значит, что я за один день, либо за один месяц смогу себя изменить. Это должны быть плавные переходы, медленные от одного состояния к другому. Это должно быть очень плавно. Например, не бывает так, что осень, а потом, оп, и резко мороз. Ну, то есть резко приходит зима. То есть температура постепенно-постепенно падает. Хотя я бы в этом тоже усомнилась, да, исходя из того, что мне говорит мой брат, который живет в Австралии, все никак к погодным условиям, там уже живет 30 лет, все никак не может, даже больше, не может привыкнуть. То есть перепады в температуре могут быть и 15-20 градусов, да. То есть утром может быть холодно в куртке, а днем ты в шортах выходишь. Ну, то есть такое тоже может быть, но в любом случае, да, здесь аркан смерти указывает на медленную трансформацию в вашем сознании, когда идет отмирание того, что уже не нужно. Здесь это реанимировать уже не получится. Еще как можно получить эти энергии? Ну, через... Так, подвинуть нужно, да? Вот так виднее. Через императрицу, через наполнение радостью, позитивные какие-то моменты, через веселье, через удовольствие, через наслаждение. То есть, проще говоря, через наполнение себя чем-то приятным. То есть акцент делать на позитив. То есть замечать как можно больше хорошего, светлого, приятного, если говорить простым человеческим языком. Хорошо. Смотрим дальше. Каких энергий у вас сейчас много? Вот каких энергий у вас сейчас много? Ну, у вас есть энергия императора, энергия стабильности, энергия уверенности, может быть, даже где-то в чем-то жесткости. У вас присутствует дисциплина, у вас присутствует такое мышление, понимание, да? Все разложить по полочкам, контроль, бесконечная ответственность, да? Когда человек принимает решение, да? То есть этот навык у вас есть здесь. Но, возможно, не хватает храбрости на то, чтобы прояснить эту ситуацию. Еще каких энергий у вас сейчас много? Десятка кубков. Радости, радости, веселья, но в принципе, в принципе, да, правда, это не великий аркан, да, но это очень созвучно здесь с энергией императрицы. Радости, веселья, но, опять же таки, видите, здесь десятка кубков, она падает рядом с пятеркой кубков. В некоторой степени, поскольку это пиковое эмоциональное состояние, оно может нам указывать на некую такую утопию, да, то есть то, во что мы верим, но это не факт, что это реализуется. То есть как-то, опять же, да, в контексте умеренности, какая-то чрезмерная уверенность, вот что будет все хорошо, да, что вот я вот прям счастлив-счастлив, но здесь вот как-то попахивает тем, что, не знаю, когда человек очень много радуется, не знаю, ему дарят подарки, и вот он радостный, он весь день прыгает, веселится, и вот он прям на пике, счастлив, и он это показывает, он это транслирует, он всех обнимает, а потом на следующий день, да, для того, чтобы силой выровняли эту энергию, он, у него происходит откат, и он начинает там плакать, переживать, расстраиваться. То есть вот вы, здесь какая-то чрезмерная эмоциональность идет по десятке кубков. Еще в каких энергиях? И вот вам еще одна. Чрезмерность, да, десятка пендаклей. Возможно, здесь, опять же, если много эмоций, могу предположить, что вы много переживаете либо за семью, поскольку здесь император выпадает, и императрица, либо очень много переживаний за финансовую составляющую вопроса, либо, опять же-таки, как выстроить долгосрочность чего-то, то есть какую-то перспективу, то есть фундамент, как построить тот фундамент на долгосрочной основе. То есть здесь человек, возможно, очень много думает об этом и очень много переживает. То есть вот в таких энергиях вы сейчас находитесь. То есть вот этих энергий много. То есть много. Вообще здесь чрезмерность, да, то есть десятка и десятка, прям это пик-пик. Если финансов, то переживания, вот прям очень переживаю за деньги. Либо если это не переживания, то человек очень много внимания и энергии вкладывает в финансовые вопросы. То есть может быть очень много работает. Может быть вся жизнь его сейчас крутится вокруг финансов. Этому надо выплатить, что-то нужно купить, приобрести, нужны деньги на ремонт. То есть человек как-то вращается в материальной сфере и этой сферы в его жизни очень много. Так же, как и кубков. То есть это может быть как в плюс, так и в минус. Здесь не столь важно. Важно, что земная энергия, связанная с материей и с финансами, как раз кемператору управляет этим. И кубков очень много. Почему? Ну, в принципе, я сказала, да, вперед паровозом. Давайте посмотрим, почему. Ну, потому что здесь человек хочет стать самодостаточным. Здесь человек хочет наконец-таки ощутить себя целостным, независимым ни от кого. Здесь человек хочет более такой, скажем, для себя качественную жизнь в материальном плане. И он считает, что он это заслужил, что у него есть какая-то уникальность, какая-то своя фишка, которая, если это касается профессиональной сферы, то пришло время транслировать это. То есть девятка Пентакли – это человек, у которого уже есть наработанные опыты, уже есть какие-то наработанные знания. И человеку это необходимо транслировать. Но по девятке здесь человек, он все равно как-то закрытый. То есть у него нет коммуникации с внешним миром. Это его собственный выбор. Возможно, он сейчас отстраняется для того, чтобы, не знаю, что-то проанализировать, что-то сделать. А может быть, он отстраняется от внешнего мира по причине того, что его все удовлетворяет. И люди ему, в принципе, как таковые на данном этапе развития не нужны. Поэтому вот это вот тройка Пентакли – взаимодействие с другими людьми. Причем не просто поговорить. Поговорить здесь, может быть, и есть люди. А здесь что-то с ними сделать. То есть здесь человек, он не командный игрок. Он индивидуалист. Здесь человеку сообща с кем-то что-то делать будет очень напряжно. Опять же таки, я не говорю о том, что это невозможно. Потому что все-таки есть такой опыт, но человек выбирает здесь быть одиночкой. То есть он, возможно, он здесь все тащит на себе. Если я говорила в контексте финансов, и десятка Пентакли указывает на семью, десятка пупков тоже вторично. Возможно, здесь женщина одна без партнеров, либо без партнера, ну, не замужем. Либо, если даже и в семье, то все тащит на себе. Поэтому этих энергий, их очень много. То есть сама зарабатывает. Это хорошо, если, допустим, человек хочет реализоваться, и все, что он делает, он делает для себя. А если есть какая-то ответственность, по императору он несет ответственность за семью, то здесь человеку не на кого положиться. Он все сам, все сам делает. Поэтому и привык все сам делать самостоятельно. Поэтому вот эта вот навыка по тройке Пентакли, сообща с кем-то, он не может. Ему проще взять, сделать самому, чем кому-то что-то объяснять, кому-то что-то говорить, делегировать. И, как правило, рядом с таким человеком всегда будут люди, которые готовы переложить ответственность. Почему? Потому что он привык ее брать, а другие люди перекладывают. У нас там вначале была пятерка кубков, с чего началось весь этот расклад, в каких энергиях вы находитесь. Это тоже одна из причин, что вы тащите все на себе в ожидании того, что в какой-то момент человек тоже поймет и разделит со мной ответственность. А человек не хочет это делать. Почему? Потому что, ну, если вы изначально все на себе тащите, смысл брать ответственность. Люди не любят ответственности. Поэтому и здесь происходит вот это разочарование по пятерке кубков. Либо у вас были какие-то ожидания, что как-то человек поступит. Ну, то есть, не знаю, войдет в ваше положение, что ли, начнет вам помогать, начнет вам отдавать что-то. Но тройка кубков, она все равно говорит о том, что разочарование почему? Что вот этой легкости нету. Либо, если это какие-то отношения, опять же таки вернусь на примере отношений, чтобы понятнее было. Если вы находитесь в браке либо в долгосрочных отношениях, то там наступает по пятерке кубков, наступает какая-то скука. То есть, уже ничего не интересно, потому что раньше-то вкладывались вы, вы были движущей силой. А теперь вам неинтересно стало. И люди, как правило, расстаются, либо находятся в семье, но в одиночестве вдвоем. То есть, они просто вместе существуют, но уже вот этой вот близости душевной нету. И здесь поэтому вот эти вот выборы, о которых я говорила, здесь человек задумывается о том, что хочу пойти в свободное плавание, то есть индивидуально идти по своему пути. Опять же, если это профессиональная сфера, у вас было партнерство, то вы понимаете, что я уже созрел, созрела для самостоятельного какого-то движения. И еще почему? У вас энергий много таких, да? Почему? Ну, потому что у вас поставлена здесь цель, да? По рыцарю мечей, потому что вы хотите двигаться в этом направлении. Опять же, то, что я сказала. Либо у вас есть какие-то задачи, которые вам нужно решить, ну, то есть в контексте семьи, больший достаток, либо что-то организовать, структурировать, в том числе и улучшить эмоциональное состояние, да, людей, которые вас окружают, ну, сделаться, проще говоря, и счастливыми, вот, чтобы всем все хватало, если есть деньги, дети, деньги на них тратим, вот, а для кого-то, если нет, вот, отягощающего вот этого момента семейности, человек поставил для себя цель, что я хочу жить комфортно, я хочу получать удовольствие от этой жизни, но удовольствие не в контексте эмоций, а именно с практической стороны вопроса, то есть иметь деньги в кармане, да, ни о чем не думать, хотел что-то купить, хотел что-то, допустим, там, пойти изучать, не задумываться, откуда это взять, не давать никому отчет, куда потратила, что, зачем, то есть человек хочет реализоваться, да, ощутить себя целостным, причем здесь не только в социуме, да, но и с десятка кубков, с психологической стороны вопроса, да, то есть проработав свои какие-то, тройкопедакли, проработав свои какие-то качества характера, у нас там аркан смерти выпадал, придя к осознанию, да, к переменам в своем сознании, то есть увидев к аркану смерти, мы приходим, аркан смерти у нас там, да, это путь, который соединяет Нецех и Тиферет, Нецех у нас говорит о творчестве, да, о состоянии эмоциональности, идеальном таком эмоциональном состоянии, а Нецех у нас, а Тиферет у нас говорит о целостности, здесь еще и сот, сори, что я вас опутаю, просто у меня сейчас в голове идут какие-то свои связи, синтезы, да, в соответствии с древом жизни, то есть здесь суть заключается в том, что человек хочет прийти к своему какому-то психологическому состоянию целостности, когда меня больше ничего не беспокоит, когда я уже независим от внешних каких-то критерий, от мнения других людей, да, то есть я опираюсь полностью на себя, у меня есть внутренний стержень, и здесь проблема-то в чем заключается, почему человек отстраняется, да, то есть на заднем плане у нас есть некий такой забор, за забором есть люди, если мы смотрим на эту девятку пендаклей по ту сторону забора, то мы видим только голову, то есть человек нам показывает, все остальное, оно находится за забором, не видно, человек нам показывает только то, что он хочет показать, поэтому я и сказала, что он не готов сейчас взаимодействовать с другими людьми, но ему и не нужно, а возможно здесь что-то произошло в жизни женщины, когда она хочет восстановиться, поэтому он тоже отстраняется от взаимодействия других людей, то есть хочет себя собрать по кусочкам, воссоздать, так сказать, но здесь классная на самом деле энергия, да, девятка пендаклей, она потом перерастает в императрицу, дальше, последний вопрос, где, так, здесь вопрос у нас, где можно использовать эти энергии, а вот, вот этих, которые много, да, не те, которые не достают, мы посмотрели, тех энергий, которые у вас уже есть, которые вот много, где можно это использовать, ну, то есть они будут применимы и уместны, ну, вот в отношениях, для кого-то это отношения, причем, смотрите, как интересно, если мы не говорим про тему отношений, а говорим про принятие себя, твой куклы в любовь, да, то есть гармоничное сосуществование с самим собой, вот она девятка пендаклей, находиться в балансе, у нас здесь получается десятка и десятка, да, вода и земля, для того, чтобы что-то росло, необходима вода, ну, помимо солнца, конечно же, еще, то есть вода поливает землю, и она начинает, по аркану императрицы, плодородить, да, она начинает дарить свои, свои блага, то есть вот эта вот энергия сейчас, с одной стороны, очень много, так скажем, эмоций, и поскольку упала двойка кубков, да, любви, наполненности, а с другой стороны, хорошего фундамента, да, то есть вы не улетаете куда-то в небесах, а в небеса, а наоборот, очень хорошо, плотно стоите на земле, то есть у вас может быть, если сбалансировать вот эти вот энергии, которые, в которых у вас есть здесь, в достатке, да, то это в будущем, на перспективу, может дать свои плоды, то есть это очень хороший такой потенциал, и император говорит о том, что если это будет дисциплина, да, то есть это делать на постоянной основе, подпитывать эмоционально свои какие-то действия, которые вы совершаете в физическом плане, то есть не мечты, фантазии, да, не какие-то там желания, амбиции, что тоже не в физическом плане, которых нельзя пощупать, а наоборот, вот я что-то делаю, и я радуюсь, я себя вознаграждаю чем-то, то есть это не просто я слова говорю, а я дарю себе какие-то подарки, я делаю себе приятное в физическом плане, то есть это подкрепляется позитивными, по императрице, позитивными эмоциями, тогда вы сможете ощутить свою уверенность, и дальше, вот то, что я говорила ранее, да, изменить ту ситуацию, в которой вы находитесь, это поможет вам сделать второй и третий шаг вперед, да, либо пробить вот этот вот ваш потолок, некую такую границу, расширить свое сознание, то есть еще расскажу, где можно применить, в любых действиях, вот там, где вы совершаете какие-то действия, больше себя хвалить, то есть больше создавать какого-то состояния, именно позитивного, даже если оно будет в некоторой степени, некой такой утопии, да, то есть верить, верить, наполнять себя радостными какими-то моментами, опять-таки не путайте то, что я сказала ранее, да, про умеренность, потому что, может быть, просто я услышала такой, такую мысль, да, от кого-то, что сначала мы говорили о том, что нужно быть умеренной, а тут, значит, чрезмерно, здесь вопрос заключается в том, что подогревать, да, вот свои какие-то действия эмоциями, то есть наполнять их, подпитывать, да, что-то делать и включаться вот в этот процесс с состояниями наполненности, какой-то вот благости, не знаю, благодарностью, вот какие-то такие состояния здесь необходимые, где еще, ну, то есть в отношениях, я сказала, можно использовать эти энергии, и в отношении к самому себе, да, то есть в принятии и любви, то есть гармонии, в балансе, где еще можно использовать эти энергии, девятка жезлов, когда мы направляем вот именно в то прошлое, излечивающие какие-то энергии, то есть благодарности, либо энергии прощения, какие-то ситуации, с которыми, например, мы сталкиваемся по девятке жезлов, да, в прошлом, мы направляем туда энергию исцеления, что это за энергия, энергия любви, света, прощения, да, то есть может быть и в физическом плане, да, пойти попросить у кого-то прощения, извиниться, вот, либо простить кого-то, да, либо на уровне ментала, посылая благостные энергии, исцеляющие в этом направлении, то есть проще говоря, исцелить как-то свое прошлое, и оно поможет краске сдвинуться с мертвой точкой, и еще где? Ну, вот в профессиональной сфере, в профессиональной сфере, да, в пожизни, ну, пожизни, но и в профессиональной сфере вот этой вот энергии, ну, в принципе, вы так и делаете здесь, да, потому что десятка педаклей, девятка педаклей говорит о том, что очень много времени вы проводите вокруг материального плана, то есть это может быть даже и обыденность ваша, да, то есть рутина, в которой вы проживаете, но здесь не должно быть вот той пятерки кубков скуки, да, то есть обыденность, она, в нее нужно включаться, она не должна быть на автомате, то есть если вы что-то делаете, вы должны включать эмоции, получать от этого удовольствие, включать состояние, то есть вы не должны делать это как во сне, да, как будто бы я сплю, там, на автомате мою посуду, на автомате готовлю, там, на автомате, там, я убираюсь, либо что-то делаю, либо куда-то хожу, либо вожу машину, вот не на автомате должно быть, а именно из состояния проживания этого, почему? Потому что здесь, если мы говорим о профессиональной сфере, и у вас есть очень много эмоций, то вот на этих эмоциях, и если они будут благостные, если они будут позитивные, если они будут радостные, вы сможете пробить свой финансовый потолок, получать намного больше денег, потому что деньги приходят на эмоции, на состояние, а состояние вы когда можете включать? Тогда, когда научитесь вот это вот, вот это вот, главный здесь урок по тройке пендакля, взаимодействовать с другими людьми, когда вы начинаете что-то делать для других людей, когда вы являетесь причиной счастья других людей, именно счастья, не спасательства, не навязчивости, а что-то делаете, не потому что эгоистично, да, я так решил, что тебе это нужно, я тебе принесу это благо навязчивое, нет, когда вы являетесь причиной счастья других людей, тогда люди начинают вас благодарить, то есть они благодарят тогда, когда они получают какую-то ценность, а вы, если это будете делать именно вот из состояния вот этого наполненности, да, здесь не просто я радостная, но хотя такое тоже может быть, да, вы можете радоваться, улыбаться и дарить свою улыбку другим людям, от этого тоже есть определенная польза, да, то есть опять же скажу эффект бабочки, вы все равно это получите, но вопрос в деньгах, то есть деньги, они не приходят тогда, когда человек находится в низких вибрациях по аркану пятерки кубков разочарования, вот такой анализ был сегодня ваших энергий, помним, да, что это общий расклад, не обязательно, чтобы вот все прям было про вас, чтобы все вам прям откликнулось, вопрос даже не в том, чтобы что-то откликнулось, а вопрос в том, чтобы вы услышали какую-то информацию, которая вам, ну, не знаю, вас зацепила, и заставила вас задуматься, то есть вы словили какую-то мысль, а дальше ее самостоятельно развиваете, и она даст вам необходимые инсайты, и после этого вы сможете их применить, что прям вот очень необходимо, да, применить, применить инсайт на практике, ну, то есть в действиях я имею в виду, тогда это будет очень-очень полезно. Вот такой был расклад, благодарю вас всех за внимание, пожелаю вам всем отличной недели, до встречи, всем пока-пока.